Он играл на фортепиано лёжа. Такая у него была манера. При этом рассказывал о своей жизни, о музыке в программе Бориса Нечаева «У нас на острове». Из его рассказов получилось пять программ. До 1990 года концерты Каравычука запрещали, его сочинения изымали, композитор вёл закрытый образ жизни. Это был необыкновенный и эксцентричный человек, жизненный путь которого проходил в обстановке сильного давления на культуру и творчество. С распадом Советского Союза он стал культовой фигурой в ленинградском авангарде. Прослушаем отрывок из нашего архива, рассказ о том, как в 1952 году начиналась его композиторская карьера в кино. И в этот момент, буквально на следующий день, мой папа, который был в музыкальном отделе Ленфильма, сказал, что Агния Барта приехала на киностудию и забраковала музыку какого-то композитора. Это такая, говорит, бабка, ну, она очень требовательная. И у неё там такие стихи. Злодейка зима набирается сил, Выходит, мороз никого не спросил, И терапапаптичий, что ты забыл? Вот такой, та-на-та-там, пла-ла-пла-ла. Мы москвичи, молодые москвичи. Но это уже моя песенка. А до этого, значит, была какая-то песенка другого композитора. Вот. И она её ни за что не принимала. А картину должны были отправлять в экспедицию. Я сказал папе, именно сказал папе, и не думал это ничего делать. Потому что молодых композиторов на Ленфильме, без шефов, да вообще никогда не пускали. Вот. И в этот момент я сразу же написал песенку. И так как на Ленфильме всё-таки не хотели дать прослушать эту песенку, то я поехал в Москву сам. Поехал в Москву. Папа мне узнал адрес Барта. И я пришёл к одни Агни-Львовне Барта. И у неё была Арина Зелёная. И такая была большая квартира. Она денег не экономила. Помню, говорила с Ленинградом очень долго, после того, как прослушала мою песенку. И говорила, он должен писать только мою музыку. И ей говорили, нет, он не должен писать. А он говорит, только он. А ей говорили, шефа. А она говорит, нет, только он. И она долго-долго, ну, говорит, что же будем делать? Надо шефа искать. Кто, говорит, у тебя есть хороший, знакомый, уже немолодой композитор? Я говорю, Мэттек Вайнберг. Она, оказывается, его знала. И вот она сейчас же набрала телефон Мэттека и сказала, чтобы Мэттек меня послушал. И чтобы он был бы моим шефом. И сейчас же от Агния Львовной я пошел к Мэттеку. Мэттек меня встретил. Я села за рояль. И первое, что я начал играть, даже не понимаю, почему, я начал ему играть его симфонию. Я ему играл ее почти на зубок. Страницу за страницей. Страница. 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 Через неделю-две я узнала, что Вайнберг в тюрьме. К тому же я узнала, что в тот день, когда я приходил, как раз Вайнберг именно в этот день узнал, что его посадят. Что посадят Зузкина, посадят весь еврейский театр по порядку. Вот. И ничего мне об этом не сказал. Его было лицо светло, как будто бы ничего не произошло. И вот я написал Алешу Птицын вырабатывает характер. И с тех пор пошла такая довольно ровная, трудовая моя жизнь. Я понял, что я могу писать для кино, содержать семью. Папа был уже старенький. Вот. Мама получала очень мало в школе. Одновременно я сочинял для себя уже музыку. И вот, когда я писал музыку «Под стук колёс» Ершоу, это было в 57-м году или 58-м году. Это где-то было две удивительных встречи. В этот момент Иванов, режиссёр, маститый, такой Александр Гаврилович, с огромной фигурой, подошёл ко мне и сказал, слушай, говорит, ты не напишешь мне музыку в военной фильме? А я ни за что, ни к военной, ни к коммунистической, ни к какой фильме не писал. Я только писал к любовным, каким угодно. Но чтобы я взял какую-то такую, денег не будет, всё равно не пишу. А он мне говорит, нет, это картина настоящая. Это Виктор Платоныч Некрасов. Это первая честная книга о войне. Виктор Платоныч Некрасов ко мне приходил часто. Я ему импровизировал, и он меня научил писать музыку для кино. Именно он, а не кто другой. Когда было отступление в его, вот это знаменитое, отступает, да отступает, отступает, то я написал такую музыку, ну, кстати говоря, в каком-то традиции, в манере даже Стаковича. Вот, когда чувствуется душа народа, родины и так далее. Вот, и эпос, эпос. А Некрасов сказал, не надо эпоса. Пусть будет гнетёт, 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 гнетёт. И я придумал четыре ноты, которые должны были повторять контрабасы минут десять. Но так придумал, что когда они появляются внутри говора отступающих, слякоти и грязи, то я слышал уже вместе с говором и понимал, что будет жуткая тоска, жуткий гнёт, жуткая надневщина. И действительно, потом происходило и так, и происходило. Когда на перезаписи микшером крутили, то отключали музыку, то мол, зачем же эти контрабасы, всё дуда-дуда-дуда-дуда-дуда-дуда. Вот. То включали, то как отключают, всё скука. А как включают, так и настоящее отступление, жуткое отступление. Вот это навсегда стало моим приёмом, вернее, даже не приёмом, а основой поиска музыки для кино. Я её слышал всегда уже с шумами. И пишу только то, что не достаёт им. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пианист и композитор Олег Каравайчук в интервью русской службе BBC в 1990 году. Ну вот и всё на сегодня. Проект «Голоса из архива» можно найти на нашем сайте bbc-russian.com. Пока! Продолжение следует...